Ейск. Курортный город на берегу Таганрогского залива на юге России. Административный центр Ейского района и Ейского городского поселения Краснодарского края. Пятый по численности населения город-края. Со дня основания является морским портом. Город расположен у основания Ейской косы, между Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря. Название города происходит от реки Ейя, впадающей в Ейский лиман. Жители города Ейска называют Ейчанами и Ейчанками. Город является одним из самых северных городов Краснодарского края. Из-за этого получил неофициальный слоган «С Ейска начинается Кубань». Является пятым по численности населения городом Краснодарского края. Еще в 1777-1778 годах на месте современного Ейска был построен так называемый Ханский городок, который должен был стать запасной столицей княжества и резиденции ставленника России, крымского хана Шагин-Гирея. В 1783 году у стен ханского городка в присутствии войск Александра Суворова был зачитан манифест о присоединении Крыма, Тамане и правобережной Кубани к России. В 1847 году с инициативой создания портового города у основания Ейской косы выступил атаман Черноморского казачьего войска Григорий Рашпель. Идея была активно поддержана наместником кавказским светлейшим князем Михаилом Семеновичем Воронцовым, результатом деятельности которого явился указ государя императора Николая I от 6 марта 1848 года об открытии на Азовском море в пределах войска Черноморского портового города Ейск. В целях преподать жителям Ставропольской губернии и войска Черноморского новые средства к успешному и выгодному сбыту за границу, произведения из сельского хозяйства и тем самым способствовать развитию всех отраслей промышленности в этом крае на Азовском море у так называемой Ейской косы, открыть порт и учредить город, который именовать портовый город Ейск. Днем основания города считается 19 августа 1848 года. Первым временным начальником города стал Петр Литевский. В 1849 году его заменил уже постоянный градоначальник князь Александр Голицын. 1 сентября 1849 года состоялось освящение места под постройку Покровского молитвенного дома, в котором приняли участие священник Старощербиновской, протеерей Фома Прага и Ейский священник Павел Ярошевич. Уже 1 октября 1850 года строительство было окончено и молитвенный дом был освящен. Во время Крымской войны в 1853-1856 годах Ейск сильно пострадал от обстрелов английской эскадры, хозяйничавшей в Азовском море. Самые трагические события для Ейска развернулись 22-24 октября 1855 года, когда город под непрекращающимся обстрелом был атакован морским десантом. В целом, за время войны в Ейске сгорел каждый десятый дом. Во второй половине XIX века в Ейске открываются несколько учебных заведений. Трехлетное уездное училище, Кубанская восковая гимназия, реальное шестиклассное училище, Ксенинг, созданное по инициативе городского головы Нинашева, открывает железнодорожное сообщение. С 1912 года в городе развивается курортное дело. На базе открытых на территории города запасов сероводородной воды и грязи Ханского озера возник бальнеологический курорт, существующий по настоящее время. Во время Первой мировой войны значение Ейска, как международного порта, падает. Через него идут преимущественно тыловые армейские перевозки. После Октябрьской революции 1917 года власть в Ейске переходила из рук в руки в общей сложности шесть раз. На Ейском полуострове было свое противостояние белых и красных. Символом красных являлся город Ейск. Казачьи же станицы Ейского полуострова пассивно противостояли красным. Советская власть в Ейске впервые была установлена 2 февраля 1918 года. Накопившиеся противоречия к апрелю привели к восстанию станицы отдела. В ночь с 30 апреля на 1 мая состоялся кровопролитный штурм Ейска белогвардейскими казаками, который, однако, был отбит. Следующая попытка овладеть Ейском была осуществлена в начале июля, когда в течение одной ночи белогвардейский десант, насчитывающий около 600 человек, захватил морской порт и несколько кораблей, стоящих на рейде. Впрочем, завоевать Ейск белое движение смогло лишь через несколько дней, 12 июля. Большевики вернули себе город в марте 1920 года. 5 мая 1920 года был создан Ейский историко-краеведческий музей, являющийся сегодня одним из старейших музеев Кубани. В 1921 году начал функционировать санаторий Ейск. В 1920-30-е годы город развивался как промышленный центр. За это время были построены заводы «Молот», сельхоззапчасть и другие заводы. С начала 30-х годов в Ейск перебазируется военно-морское училище летчиков, воспитавшее более 300 героев Советского Союза и России. В 1939 году Ейск становится городом краевого подчинения в составе Краснодарского края и административным центром Ейского района. Во время Великой Отечественной войны Ейск постоянно подвергался бомбардировкам немецкой авиации. А 22 апреля 1942 года бомбардировщики сбрасывали не бомбы, а листовки следующего содержания. «Не лепите пирогов, не месите тесто, 23 числа не найдете места». На следующий день, в день православной Пасхи, бомбардировка города была особенно сильной. Оккупация города продолжалась с августа 1942 до начала февраля 1943 года. В это время немецкими нацистами производились массовые аресты и расстрелы Ейчан. Особенно жестоким было уничтожение в душерубке 214 детей детского дома. В период оккупации, а также в послевоенные годы, в городе жил знаменитый русский борец Иван Поддубный, который умер здесь в 1949 году. После окончания войны в короткие сроки были восстановлены железнодорожный вокзал, морской порт, объекты социальной инфраструктуры, основные заводы и фабрики. С каждым годом в Ейск приезжало все больше и больше отдыхающих, особенно в летнее время. Теплые воды Таганрогского залива и Ейского лимана, а также лечебные грязи, не ступающие по свойствам грязи Мертвого моря, привлекали людей со всей страны. В городских парках культуры и отдыха устанавливались разнообразные аттракционы, произведенные на Ейском заводе аттракционы. В городе функционировали концертные площадки, несколько кинотеатров, множество кафе, ресторанов. Работало несколько гостиниц. В советское время город активно строился, появлялись новые жилые микрорайоны, такие как 2-й, 38-й, солнечный, военный городок. После перестройки из-за серьезного кризиса в стране, отдых в Ейске потерял свою популярность и перестал быть массовым. Первый импульс к возрождению Ейска как курорта придал мэр Л.В. Баклицкий, пришедший к власти в 1996 году. И хотя его деятельность на посту главы города оценивается весьма неоднозначно, в целом Ейск достойно встретил свое 150-летие и вновь заявил о себе как о перспективном месте отдыха в России. 17 сентября 2003 года город Ейск посетил президент России Владимир Путин. На совещании, которое проходило на территории Ейского высшего военного авиационного училища, присутствовали также министр обороны Сергей Иванов, министр иностранных дел Игорь Иванов и директор ФСВ Николай Патрушев. 27 мая 2007 года был проведен референдум, в ходе которого жители Ейска и Ейского района проголосовали за объединение двух муниципальных образований в одно. В середине августа 2008 года город Ейск отметил свое 160-летие. На современном гербе города изображена в серебряном поле волнистая лазоревая перевязь, обремененная золотой стерлядью с червленными глазами и плавниками. Рисунок флага изображает герб на синей волне, без короны и щита. Ейский климат умеренно континентальный, с мягкой зимой и жарким летом. Среднемесячные значения температуры воздуха схожи со значениями, характерными для города Нью-Йорка. Однако, в отличие от северо-восточного побережья США, климат в Ейске отличается меньшим количеством осадков, а также отсутствием частых перепадов температур и более мягкой зимой. Зима в Ейске приходит довольно поздно. Первый снег появляется не раньше середины декабря, поэтому Новый год чаще всего бывает бесснежным. Средняя температура января равна минус 0,2 градуса. Снежный покров не бывает по-настоящему устойчивым и редко когда держится более двух недель подряд. Однако, морозы минус 10 градусов в Ейске совсем не редкость, а в отдельные годы температура зимой на короткое время опускалась ниже минус 25 градусов. Весна, как правило, окончательно утверждается в районе Ейска в середине апреля, когда деревья покрываются молодой листвой, а в городских парках и садах расцветают тюльпаны, нарциссы, сирень и фруктовые деревья. И хотя погода в это время может быть довольно изменчивой, в целом она благоприятствует для прогулок на свежем воздухе. Уже в мае морская вода прогревается в среднем до плюс 17,5 градусов, что позволяет открыть купальный сезон. Лето в Ейске очень теплое и солнечное. Среднесуточная температура в июле плюс 24 градуса. Относительная влажность около 60%. Летний зной смягчается морскими бризами. Дождливых дней обычно немного, а сами осадки проходят, как правило, в виде коротких ливней и гроз. Средняя температура морской воды в июне плюс 22,2 градуса. В июле 24,9 градуса. В августе 23,7 градуса. Начало осени в Ейске так называемый бархатный сезон. Температура воды в сентябре равняется 18,6 градусов, что позволяет продлить отдых на побережье до конца месяца. Для осени в Ейске характерна солнечная, сравнительно теплая, но ветреная погода. К октябрю городские парки приобретают одновременно зеленые, золотистые и багровые тона. На некоторых деревьях зеленая листва держится вплоть до конца ноября, до первых ночных заморозков. Будучи основанным в 1848 году, население Ейска стремительно росло за счет притока переселенцев. К 1855 году Ейск по числу жителей уже занимал третье место в российском предкавказье после Таганрога и Ростова-на-Дону. Население Ейска, составлявшее около 18 тысяч человек, в середине XIX века вдвое превышало население Екатеринодара, современного Краснодара. Сильный урон демографии города нанесли бомбежки английской эскадры, хозяйничавшей в акватории Азова в годы Крымской войны. Хотя население города быстро восстановилось после войны, его дальнейший рост резко замедлился, оставаясь практически нулевым до 1880 года. На 1 января 2019 года по численности населения город находился на 199 месте из 1115 городов Российской Федерации. Ейск внесен в список исторических мест России. Первый генеральный план города был утвержден еще основателем Ейска князем М.С. Воронцовым в 1849 году. Проект предусматривал перпендикулярную перспективу 22 городских улиц, несколько площадей, а также центральный проспект. В 1854-1856 годах был возведен гостиный двор, являющийся сегодня памятником истории и архитектуры. В 1890-1897 годах была замыщена площадь внутри гостиного двора, а также окружающие его улицы. Согласно указу императора Николая I, все здания в Ейске должны были строиться исключительно по утвержденному плану города. В архитектурном облике городского центра можно обнаружить все направления русского зодчества второй половины 19-го начала 20-х веков. Купеческие дома того времени отличаются великолепной архитектурой, каждый из них по-своему уникален, красив и своеобразен. В то же время все здания объединяют многообразие деталей отделки. Выкладные кокошники, крылечки, башенки, шатры, теремки, всевозможного рисунка карнизы, кованые ажурные надкрыльца. Такое направление в зодчестве 19-го века получило название псевдорусского стиля и объяснялось всеобщим увлечением как столичных, так и провинциальных кругов модой на все русское, тяготению к известным, проверенным на практике строительным формам. Современный Ейск представляет собой совокупность архитектуры трех эпох – царской, советской и конца 90-х годов. Новый архитектурный стиль только начинает вырабатываться и воплотиться прежде всего при застройке новых 39-го и 40-го микрорайонов Таганрогской набережной, а также коттеджного поселка в Краснофлотском. Эта деятельность непосредственно связана с именами новых руководителей Ейска – Сергея Тулинова и Александра Лащенкова. С конца 90-х годов интенсивная, плотная, достаточно бессистемная застройка создает определенные проблемы даже для местных таксистов. Нумерация домов производится в порядке застройки. Город Ейск условно делится на несколько районов. Наибольший интерес для туристов и гостей города обычно представляет Ейская коса, на которой сосредоточены большинство бас-отдыха, главные городские пляжи, а также яхт-клуб и один из городских парков-аттракционов. Городской косе примыкает припортовая зона, включающая территорию Ейского морского порта, железнодорожные станции, а также несколько заводов. Новый генеральный план Ейска предусматривает перенос морского порта за черту города. Далее к юго-западу начинается Купеческий Ейск – историческая часть города, основная застройка которой велась еще в XIX веке. Условно она ограничена современными улицами Сергея Романа и Богдана Хмельницкого и представляет собой ансамбль множества строго перпендикулярных улиц, сохранивших до наших дней облик провинциального южного портового города. Отдельно выделяют так называемый центр города, территорию, примыкающую к гостиному двору и центральному городскому рынку. С запада город ограничивает территорию Ейского аэропорта. К нему примыкает один из самых многолюдных ейских микрорайонов – военный городок, включающий в себя жилой массив и территорию Ейского высшего военного авиационного института. Здесь же расположена одна из главных достопримечательностей города – парк имени Ивана Максимовича Поддубного. В южнее исторической части города расположилась городская промзона и новый жилой массив, включающий в себя второй, 38-й микрорайоны, микрорайон Солнечный и так называемое Поле слез. Коттеджный поселок, названный так в честь известного в свое время мексиканского телесериала «Богатые тоже плачут». Это самые молодые районы Ейска. Далее к юго-востоку расположен поселок Широчанка, также территориально входящий в черту города. Наконец, в непосредственной близости от Ейска расположены поселки Ближний Ейский, Краснофлотский и Александровка. Из-за большого количества деревьев и кустарников Ейск можно считать одним из самых зеленых городов Кубани. Крупнейшим зеленым массивом города является парк имени Ивана Поддубного. Здесь собрана одна из наиболее полных коллекций адракционов России. Большое количество летних кафе, несколько фонтанов, многочисленные аллеи сделали парк Поддубного популярным местом отдыха жителей и гостей города. В парке также работает музей-мемориал Ивана Поддубного. Возле музея установлен памятник Поддубному. Недалеко от музея находится могила легендарного борца. У главного входа в парк установлен еще один памятник Поддубному. В 15 минутах ходьбы от парка Поддубного по улице Карла Маркса расположен второй по величине городской парк имени Горького. Он примечательен своими памятниками и скульптурами. Здесь расположены детская площадка и кафе, а также православный собор. Также в парке Горького есть много мест для аренды, велосипедов и самокатов. Рядом с городским дворцом культуры находится Никольский парк. Это единственный в Ейске парк круглой формы. Приморский парк расположился у Таганрогской набережной. Наиболее благоустроенная его часть находится рядом с казачьим куренем. У одного из спусков к морю. Наконец, стоит выделить сквер имени Пушкина, расположившийся в центре города, напротив торгового комплекса Ейск-Аркада. Небольшие скверы есть также в районе железнодорожного вокзала и второго микрорайона. Продолжение следует...